Ну здравствуйте, друзья! Мы с вами дожили до интересного момента, когда пора уже создавать информационный СМЕРШ, потому что то разгильдяйство, раздолбайство, которое мы допускаем, вызывает только бешенство. Мы живем в стране, которая эффективно борется с коронавирусом, но неэффективно борется с угрозами здоровью наших граждан от разнообразных ковид-диссидентов. Давайте-ка начнем со следующего. Во-первых, я задам простой вопрос Ютьюбу. Какого хрена в очередной раз не пришли оповещения? Почему? Что дневной эфир вы попытались пессимизировать так, что люди вообще не могли найти трансляцию, даже при желании? Что сейчас вечер? И опять не приходят сообщения, хотя подписаны о том, что программа. Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Или что? Украинские модераторы, сидящие на зоне, относящиеся к Российской Федерации Ютьюба, делают все возможное, чтобы Навальный и прочая либеростня выполняла политические задачи, якобы не на политическом Ютьюбе. Что у вас происходит? Вообще что-то заигрались. Заигрались многие и по-разному. И когда я смотрю, как 500 придурков, которые пытаются устроить митинг. Это что за митинг? Который Ходор пробашлял? Какого хрена указывается среди структур, поддержавших митинг в интернете? Коммерсанты ФМ, Знаком, Дождь, МБХ Мидия, Афиша, Ти-Джей, Виллдж, Форбс, Медуза, Эхо Москвы, Новая Газета. Это кто? Новая Газета иностранный агент? На иностранные деньги? Дождь кто? МБХ Мидия вообще не Мидия. Они вообще не зарегистрированы. 500 человек и такая поддержка. Сколько бабла взяли? Хрены с горы, псевдожурналисты. Жалкие шавки, обслуживающие Ходора. Кровавые деньги вас так привлекают? Ну? Правду-то говорить можете? Или, как всегда, немножко бздите? И выходите, ставьте лайки. А то я смотрю, понабежала сволота разная. Распустились абсолютно. Вы можете себе представить, на территории Соединенных Штатов, чтобы какие-нибудь граждане, торчащие за рубежом, содержали СМИ, непонятно на какие деньги. Якобы СМИ, непонятно. Медуза вообще это что? Они что, зарегистрированы в России? Это что такое, Медуза? Прибалтийское издательство? Кто они такие? Коммерсант ФМ. Это вообще как понимать? То есть вы против власти работаете? Вы типа за правду, что ли? Кто ваш хозяин? Или что, рамсы стали путать по дороге, когда бегаете? Знаком, понятно. Там у монеты никогда не было. Что говорить? Колизев, там про него все ясно и про всех этих людей. Ну, дождь. Ну, ясно. Спасибо. Спасибо Китфинансу за ограбленных граждан. Я надеюсь, вы им деньги вернули? Или с этих бабулеточек так дождь ей придумали? И, кстати, как там поживает группировка, близкая к Тимаковой и ее друзьям? Больше не поддерживает? Больше не ввенчивается дождь? Любыми усилиями. И, кстати, какова была ваша роль в организации протестов 11-го и 12-го года? И сколько вы за нее получили? И от кого? И кто вас курировал? Кто вас вел? Вы что, думаете, вам все забыли? Вы что, думаете, что вас никто не увидит? Вы что, считаете, что ваши игры в интернете? В Америке уже вы сидели к чертям собачьим. Здесь принимаете деньги. А главное, что вы предлагаете? Что вы предлагаете? У вас ноль предложений. Ноль. Есть только ненависть к стране. И вечный крик. Все плохо. Дайте по 25 тысяч рублей всем. Почему не по 30 тысяч? Почему не по 50? Почему не по миллиону долларов? Ну, давайте Ходорковского. Возьмем, заставим вернуть все деньги. Не вопрос. Давайте все деньги, сворованные банкирами, сидящими в Лондоне, и спонсирующими сейчас псевдооппозицию. Не вопрос. Давайте все деньги, которые тратятся на Навального, Волкова, на аренду дорогущих местечек, где они проживают, на их поездочки по заграницам, на все те деньги, за которые не могут отчитаться ФБК. Давайте их раздадим людям. Ну, давайте деньги семействам Гудковых, уведенным за границу. Давайте. Не вопрос. Давайте Бородина с Москвой, которая свистнул. Давайте Чубайсятину все бесконечно. Его дружка Минца, который улипиннул за границу в Лондон. Все эти беглецы, все эти банки, которые лопнули. Эти деньги давайте вернем. Запад, который так поддерживает всех этих либерастов. Какого хрена вы не вернете деньги, сворованные у российского народа? Когда я спрашиваю, сколько денег, ты, о котором не случайно кричат болельщики локомотива, Вася Уткин, жирный гей, нет жены и нет детей, ты, сволочуга, мне говоришь то, что, ой, ты болельщик московского «Динамо». Я болею за то «Динамо», которое было в Министерстве внутренних дел, где были великие, а не те, которых крышует. Непонятно, кто оплачет. Мегафон бед. Ты смотри. Я, кстати, интересно мне. Мегафон бед поддерживает твои политические взгляды? То есть мало того, что они занимаются азартными играми, мало того, что там две хитрых схемы, так мне интересно. То есть марафон бед, который это все ведет. Марафон бед. Марафон. Да, конечно, я с такой «Динамо» болеть не могу. Я не могу болеть за «Динамо», который тренирует хрен знает что тренер, у которого сынок на Майдане прыгал, и который, чтобы оказаться, взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить, тренировать легендарное «Динамо». Что осталось от легенды, которую я любил? Что и кто остался? И теперь и спонсирует вот эти новые азартные игры. Хорошо. Кто эти люди? Кто за ними стоит? Ребята из Белоруссии, когда-то это перекупившие у других ребят? Не найти хозяев. Кто они? Они поддерживают политические взгляды Уткина? Они теперь это спонсируют? Его страстную любовь к Украине? Посмотрите, кто подхватывает новости. Ась? Почему я говорю, что Вася ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Вася, ты же бздишь. Позвонить мне в эфир. У тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным. Вася, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, а люди помнят. И мне звонили и рассказывали. Вася, ты грязный, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию. Живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал денег. Ты же джинсует занимался, Вася. Ты же продажный, ничтожный штым. Еще раз тебе говорю. Мужики не на батлы ходят. У тебя есть мой телефон. Марафон, позвони, договоримся, огребешь. Без всякой болтовни, без всяких свидетелей. Жирную тушка. Выдави из себя что-нибудь. Но когда ты делаешь вид, что бросаешь вызов, а там марафон, бед, то значит ты всего лишь раскручиваешь азартные игры. Поэтому вопрос. Этот вызов они проспонсировали? Они поддерживают твои политические взгляды? То есть это их политическая позиция? Я жду официального ответа от марафон бета. То есть они теперь играют в политику? Ась! Теперь посмотрим, что происходит в Осетии. А вы выходите, подписывайтесь, ставьте лайки, забейте ногами либерастов. А ну давай выходи, показывай. Что там в Осетии? Смотрите. Теперь давайте посмотрим, что началось. Есть такой гражданин Чельдеев, который был оперным певцом в Санкт-Петербурге. Послушайте его обращение. Я хочу сейчас обратиться ко всем народам, ко всем городам, ко всем республикам, краям и областям. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня настало время, чтобы справедливость восторжествовала. 20-го числа будет общенародный сход людей, которые устали терпеть это все беззаконие. Которые прекрасно понимают, что наша страна с 93-го года находится в оккупации. В оккупации, прямо говоря, фашистов. За 20 с чем-то лет все планы Гитлера, которые касались СССР, они практически осуществились. Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство, забирают последнее. То есть вот этот оперный певец, какие бы слова он ни говорил, берет на себя ответственность за жизнь людей, коронавирус которого не существует. Убирайте этого безумца. То есть он готов отвечать за тех людей, которые умрут после сегодняшнего выхода на площади. Коронавирус, который не существует, говорит человек, у которого никакого медицинского образования. У которого ни малейшего представления о том, что такое коронавирус. Он готов это сказать родственникам умерших в США, в Англии, в Италии, в Испании. Нет никакого коронавируса. То есть он обрек несчастных людей, которые плохо образованы, которые не врачи, на то, что они вышли и подвергли свою жизнь угрозе. И те же самые. Нельзя слово такое говорить же, правда? Ну нельзя же говорить такое грязное слово. На пи начинается, на дараст и кончается. Которые кричали, что делается в Москве? Посмотрите, посмотрите в московском метро. Толпы людей. Эти же пи говорят. Нет. Посмотрите в Осетии как. Так они, если все заболеют в Москве, по вашему мнению. Они что все? В Осетии выздоровеют? А не выздоровеют все в Осетии? Что? В Осетии уже достаточно реанимационных коек? Когда будут хоронить этих молодых? А процент из них обязательно, к сожалению. Потому что медицина вещь жестокая. Попадет на койки реанимационные. Выйдут, к этим оперный певец с его семьей. На коленях поползут с криком, простите, мы убили ваших детей. Мы виновны в их гибели. Будет это? Вы видели, они без масок? Вы видели, как близко они подходили друг к другу? Я понимаю нечастных осетин. Им тяжело. Они неинформированы. Достаточно должно быть. Вы считаете это правильно? Брать жизнь этих нечастных людей и подвергать опасности? Ну, давайте...